Это я все включила. Все. Мы тоже пишем, да, ребята? Да. Отлично. Я включу? Поехали. Евгений Олегович, какие новости у вас сейчас? Где вы находитесь? Что вокруг себя наблюдаете? Территориально нахожусь между Харьковом и Киевом. Эпизодически слышу звук ракет. Эпизодически вижу, как пролетают ракеты. Мои даже внуки сняли пролетающую ракету. И очень сильно были вдохновлены своей «удачей», показывали дедушке, что им удалось. Вот занимаюсь своей обычной работой. Лечу, консультирую, как могу, помогаю. Пытаюсь, как могу, поддержать, даю советы в это время. Короче говоря, нам всем надо выжить, я в этом участвую. Всех с праздником, с огромным праздником, с Днем Независимости Украины. Полгода войны, 31 год независимости. Эти полгода мы с вами приходим к пониманию и уже точно пришли к пониманию огромной ценности вот этой самой независимости. В День Независимости Украины вы выпускаете видео на своем канале. И, как всегда, выпускаете его на русском языке. Вы неоднократно говорили, что это ваш родной язык. И он не принадлежит Владимиру Путину. Насколько вы ругаемы в своей стране за это, что сегодня это все-таки прям, мы это часто слышим, что это язык агрессора, и вот принципиально нужно себе в нем отказать? Властью не ругаем, большинством населения не ругаем, а определенными маргиналами, которые появляются в комментариях, возможно, и ругаем. Но я на это не очень реагирую. Знаете, есть такая очень типичная наша черта, с которой я борюсь все свое время. Это когда вот бабушки на лавке обсуждают очередной скандал в квартире Ивановых. И более того, когда Иванова, которая ночью там скандалила, выходит из подъезда, то ей все дают советы. Как ей себя вести и так далее, и так далее. И абсолютное большинство бабушек на территории бывшего Советского Союза, или это поколение Советского Союза, оно выросло в той идее, что вмешиваться в дела соседей уместно. Как я всегда говорю, что если это не ваше дело, писает ребенок в подгузник или в горшок, вот когда ребенок нагадит у вас под дверью на коврик, вот тогда это будет ваше дело. Вот если вы хотите хайп, надо написать статью о том, что только одноразовый подгузник, или мать, которая отказывается стирать пеленки, это мачеха. И когда Кобровский говорит, что в 21 веке женщина не должна стоять раком на кухне, а должна жить нормальной жизнью, и для этого есть пищевая промышленность, которая выпускает качественные продукты, но тут же появляется куча матерей героинь, которые кричат, да вы что, вам жалко ребенку приготовить, а куча других начинают с ними ругаться, кто мачеха, кто не мачеха. Поэтому, если вы не травите своего ребенка, если ваш ребенок бодр, весел, ему нравится то, что вы ставите на стол, это вообще не дело всех остальных, чем вы вашего ребенка кормите. Я считаю, что один из признаков вот того самого ненавистного каждому жителю Украины понятия имперское мышление является попытка любого человека лезть в чужой огород и решать, что вы посадили в вашем огороде. Пока я посадил в своем огороде, пока мои удобрения не летят на вашу территорию, это вас не трогает. Вот и все. Поэтому я хочу, чтобы вы сразу понимали, что вопрос, есть ли у меня проблемы, нерешаемых нет, есть ли у моей страны проблемы? Есть. Война очень многие вещи окрасила исключительно в белый и черный цвет. Нет места полутонам. Если раньше я мог себе позволить дискуссию, то сейчас, я прекрасно понимаю, я не вижу никакого совместного будущего, кроме забора. Я вижу этот забор очень высоким. Прямо до неба. Я думаю, лет через 30 он начнет медленно, может быть, отпускаться, а может и нет. Может и нет. Поэтому я глубоко убежден в том, что вопросы внутренней повестки Украины однозначно не касаются никого. Другой вопрос в том, что пока мы тратим жизни людские, жизни, огромные ресурсы на сосуществование с соседом, который тот тут спецоперирует, будь он неладен, понимаете, то меня очень волнует то, чтобы на этой территории сопредельной еще у кого-то открылись глаза. Еще кто-то понял, что Комаровский не относится к притесняемому населению Украины. Что здесь, здесь реально есть проблемы, но нет проблем, которые являются поводом к тому, чтобы обстреливать жилые кварталы городов из системы взалпового огня. Мы сейчас, как русские, очень часто слышим это слово имперскость. Расскажите, что вы в него вкладываете? Имперскость – это желание привить кому-то свои правила игры. Человеку, государству, общности, людей навязать некую модель, которой заинтересована страна, генерирующая эту самую империю. Страна или человек. Соседка на лавочке. Это, так сказать, бытовая имперскость. Это смешно, вне всякого сомнения. Но просто бытовая имперскость заканчивается мордобоем, а имперскость государственная заканчивается войной, убийством, огромным количеством преступлений. Как вы считаете, откуда она взялась в российских людях? Имперскость – это реализация определенным образом повода для горд. Чем вы гордитесь? С чем гордиться, да? Мне кажется, например, что там у Люксембурга или там у Дании намного больше поводов для гордости, чем у Великой России. Просто гордость тем, что ты самый высокий. Для того, чтобы Кличко стал чемпионом мира, должны были так сложиться звезды. То есть он должен был, вот при всем его сумасшедшем трудолюбии, талантах и так далее, он должен был родиться. Ты смотришь на него, ты чувствуешь себя рядом с ним карликом каким-то, понимаете? Здоровенный мужик со такими кулаками и так далее, красивый, высокий. Ну вот и так далее, и так далее. И вот я говорил тогда о том, что есть вот в моей жизни, я знаю, двух людей, которым изначально практически не дали ничего, боженька. Они все сделали своим трудом и своим талантом. С одним вы точно общались, Андрей Данилко. Да. И второй Вова Зеленский. Понимаете? То есть когда генетически, казалось бы, никаких предпосылок не было, а человек добился всего. Вот это главное. Понимаете? Вот имперскость, это если бы Кличко гордился исключительно тем, что он самый большой на свете или самый сильный. Понимаете? Как ему дало... Так вот, гордиться тем, что ты родился в огромной стране, неухоженной, которая не может ладу себе дать. И еще, знаете, что меня всегда, всегда очень сильно, наверное, слово бесит, очень сильно подойдет. Это как... Вот смотрите, у меня же как бы путь в публичность был все время продиктован какими-то меняющимися моими личными целями. Я начал с того, что там 10 лет лечил детей в отделении реанимации. У меня была возможность там лечить 300 там детей в год. Потом я стал заведовать обычным отделением. И у меня стала возможность лечить 300, 3000 детей в год. Потом я понял, что в том, что эти дети попадают в больницу, виноваты прежде всего мама и папа. И поэтому, если я буду учить мамы и пап, то я миллионам детей позволю не попасть в больницу. А потом я уперся в глухую стену. Потому что я понял, что даже при максимальном воздействии на мамы и пап, при максимальной сознательности мамы и пап, без помощи государства нам очень-очень трудно довести. Сделать детей с детей счастливыми, а дети же счастливые в 50% случаев от того, что рядом с ними любящие друг друга счастливые мама и папа. Это то, чему я, собственно говоря, пытаюсь вас всех научить. И меня всегда это страшно бесило. Страшно бесило. Почему топ-интервьюеры приходят к любому певцу, но не хотят прийти к доктору, который может каждую женщину научить, как, став мамой, не перестать быть женщиной. На чем прокалываются большинство, и половина из вас, половина из вас теряет любовь и либидо после рождения ребенка. И я готов вас научить, как стать мамой и спать по ночам, и сделать так, чтобы твой мужик продолжал ходить рядом и облизываться. Понимаете? И это никому нахрен не надо. А в стране, где такие ресурсы и для оздоровления, где столько денег, которые могут быть вложены в детей, в развитие, в спорт детский, во все это, и вот такая, вот так все просрать, на таком уровне, как это гнусно было. Боже, когда на украинских врачей вечно не хватает, ладно, но когда на российских не хватает, ну звеняйте. Смотрите, и вы, и я родились в одной большой стране, огромной. Почему при этом у украинцев нет этой имперскости, а у россиян есть? Вы знаете, в Украине даже это очень сильно чувствуется. Разница в имперскости в зависимости от региона. Вот честно вам скажу. Вот чем ближе ты к Львову, к Черновцам, к Карпатам, там эта имперскость вообще минимизирована. Ее нет. Вот тут реально есть расхождение Украины. Да, русскоязычность во многом способствует имперскости. Понимаете? Во многом. Это есть. То есть мы самые крутые, богатые и так далее, и так далее. Мы много можем. Разговоры об этом там, допустим, в Харькове можно услышать чаще, чем в Черновцах, например. Но Украина, мовная территория, западная часть Украины в принципе не имперская. Намека на это нет вообще. Вот там я даже вижу это по семьям. По семьям. Там меньше тенденций лезть куда-то. Поймите, при всем при том, что в Харькове тоже можно столкнуться с теми же соседками на лавочке, которые каждый лезут в каждую дырку. Понимаете? Но уже 30 лет новое поколение молодежи выросло вне имперскости. И они этих бабушек легко посылают. Поэтому мы проехали имперскость. Проехали. Там ее и нет на Западе. А Харьков, Донбасс, там Запорожье, Днепр, мы от этого избавляемся стремительно. Почему у украинцев получилось, а у нас нет? Вот у вас есть ответ? Почему украинцы умеют высказать свое мнение и знают, что твоя Родина это не есть государство, это не власть, и то, что политиков можно и нужно критиковать? Вот почему та полемика, которую вы сейчас не любите? Мы братский народ, мы тайм-один, а у нас многообщие, у нас общее прошлое, ля-ля-ля. Но почему у одних получается, а у других нет? В чем проблема? Я вам скорее отвечу как детский врач. Давайте. Желание самостоятельно принимать решения, затрагивающиеся твою судьбу и судьбу своих детей. Я вижу очень сильно, как это меняется от страны к стране. Как от страны к стране это меняется. Когда приезжает Комаровский в какую-то страну, и ты видишь аудиторию, зал, ты видишь, как тебе, например, один из очень важных показателей, это количество мужчин в зале. Вот в России никогда больше 10-15% максимум. В Финляндии 50%. В Эстонии 50%. Как отцы принимают участие в семье. Да, 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 понимаете? Когда мужчины задумываются о будущем своих детей, когда это главное сделать, чтобы твоему ребенку не пришлось воевать, дать своему ребенку образование, привить своему ребенку ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо. Понять самое-самое главное детям больше всего на свете, больше еды и питья, больше свежего воздуха нужны любящие друг друга мама и папа. И вам надо вместе учиться, брать на себя ответственность за участие своей семьи. Вы не сможете в 21 веке сформировать нормальную семью, поскольку есть огромное количество вызовов, которым надо учиться. Один из серьезнейших вызовов 21 века состоит в том, что огромное количество цифровой информации на переваривание, которой дети не адаптированы, не рассчитаны. А мамы, мамы значительно меньше общаются с детьми, значительно меньше, потому что мама в Инстаграме больше, чем рядом с ребенком. В Украине, по-видимому, вот этот вот инстинкт, желание общаться, выяснять отношения, самим принимать решения, оказались сильнее. Возможно, возможно, в силу отсутствия той самой имперскости. Не надо думать с нами тот, кто все за нас решит. Это же Высоцкий про имперскость немецкую писал, а сейчас вот она реализовалась. И вот эта фраза «не надо думать» оказалась ключевой. И я всю жизнь учил «думайте», сами принимайте решения. Вы живете в стране, где врач умирает с голоду, если вы здоровы. Врачи выживают только, когда вы больны. Поэтому вы должны так получить такую информацию, так следить за ребенком, так общаться с доктором, чтобы между капель пробежаться. То есть тут вы должны брать на себя ответственность. А вы можете этим не заниматься. Можете отдать. И папа что делает? Говорит, приходил врач, я готов. И главная задача какая папа? В аптеку сбегать. Все остальное. Вот он сбегал в аптеку, значит, он галочку на своей совести поставил. Потому что когда ты с рождения слышишь о том, что ты самый великий, что у тебя на миллион лет запасы нефти и газа, что у тебя все золото мира, что у тебя бриллианты, у тебя титан, у тебя электричество, у тебя все леса мира, у тебя вообще, у тебя самая сильная в мире армия. Какого хрена ты будешь за свое будущее волноваться? Вождь все решит, он деньги решит, он все, у нас все есть, понимаете? А в Украине такого нет. Кто бы тут начал говорить, что мы тут самые? Мы, у нас самая вкусная еда, у нас самый красивый Днепр, да. Наши поля с подсолнухами под июльским небом. Ребят, простите, пожалуйста, но когда я говорю, самое красивое, что может быть, это когда ты едешь летом в июле из Харькова в Киев, и это 450 километров, вот 450 километров флаг Украины. Синее небо и желтые подсолнухи. И такая красота, и такая гордая за свою страну. Да, тебе все время хочется узнать, почему у тебя самые большие поля в мире подсолнух, а у тебя подсолнечное масло дороже, чем в Польше. Да, это хочется узнать, но это не ваше собачье дело. Мы сами с нашими производителями масла разберемся. Чем мы гордимся? Чем может гордиться Украина? Своей землей, своими садами, своим застольем, своей уникальной кухней, красотой, нереальной красотой женщины. Вы знаете, что после Харькова путешествовать невозможно. Ну вот невозможно. Более, ну я не знаю, может быть это, вот, ну ты когда приезжаешь куда-нибудь в Европу, да, господи, ребята, вы хотите полюбоваться на красивых женщин? Приезжайте в Харьков. У нас вечером по Сумской ходить невозможно. Вот такие глаза у вас будут. Потому что вот-вот мы этим гордимся, да. Но это не говорит о том, что мы будем гордиться и навязывать свои представления о красоте кому-то. Это наше. И именно сейчас вы не представляете, как это больно. Это вот все равно как видеть, как твоего любимого насилуют каждый день. Каждый день ракеты, которые обстреливают Харьков, при этом, когда я слышу эту дурь, что мы в таком-то доме обнаружили оружие и в этот дом нацисты загнали жителей и их оттуда не выпускают. Послушайте, на кого это рассчитано? Неужели есть люди, которые действительно и в это верят, что в Украине мы сами загнали своих людей, женщин, детей в дом, да, и там сложили оружие? Да у нас таких женщин нет. Понимаете? У нас, попробуйте на нашу украинскую женщину рот открыть. Она не то, что вы ее загоните, она вас загонит так далеко, что вам мало не покажется. Нашли с кем связываться. Смотрите, вот то, о чем вы говорите, что вот в этот дом положили оружие. Мой мастер там маникюра, девушка-украинка, которая после Крыма заимела, значит, российский паспорт, переехала в Москву. Она говорит о том, что они всю жизнь ко мне так относились в Донбассе, потому что как бы вот украины, украинцы все время не любили меня, потому что я вот говорила на русском и так далее. Дальше я беру у кого-то интервью и все время находится у кого-то женщина на работе, которая там из Луганской, и все время я слышу вот эту одну и ту же историю, да всю жизнь вот у нас были вот эти стычки. О чем они говорят? Не знаю. Вот не знаю. Ну, казалось бы, да, у меня должны быть проблемы, как вы считаете? Ну, у меня, я говорю по-русски всю свою жизнь, да, я объездил всю Украину. Всю. У меня одна проблема. Одна. Приехав в Карпаты, сказать им, ребята, я разумею украинскую мову, не надо при мне размовлят и российскую. Понимаете? Вот и все. Поймите, возможно, просто нельзя же из какого-то там конкретного локального случая делать далеко идущий вывод. Как человек в здравом уме может согласиться с тем, что некие правила жизни, придуманные вашим вождем, должны быть воплощены в жизнь посредством Искандеров. Почему? Вы что, ребята, поймите, Ирина, правда, сейчас самое сложное для меня удерживаться в рамках нормативной лексики. Понимаете? На самом деле. Давайте просто представим себе самый главный тезис пропаганды, который мне не дает покоя с первого дня войны. Вот есть страна с дефицитным бюджетом довольно-таки, с кучей проблем, и вот она решила напасть на могучую Россию с ядерным оружием. А какая у нее цель? Вот оказывается, что вы поняли, почему нас начали бомбить? А нас же начали бомбить, если бы они не начали бомбить, мы бы начали первые. И что дальше? Ну как? Понятно, что это бред. Вопрос непонятно другое. Каким надо иметь уровень интеллекта, IQ? Измеряется ли, в принципе, IQ у человека, который может в это поверить? Ну вот оказалось, что да. Ну как? Обычно, вот я недавно сняла фильм, люди отвечают, типа, ну это же не Украина сама, это же американцы. И какая была бы цель? То, что у вас уже ни одного здания не принадлежит украинце, там все выкупили американцы, и они воюют с Россией. Хорошо, как вы это себе представляете? Ну как вы это себе представляете? Ну вот мы себе представляем, что они взяли американское оружие и приперлись к нам уничтожать. Что мы будем делать на территории России? Что? Захватим Белгород? Захватим какой-то коровник в Подмосковье? Что? Потом пойдем на Урал с стремительным маршем? А там уже маринеточное правительство, я так понимаю, во главе с Ройзманом нас ждет? Что? А к чем речь вообще? Это понять нельзя. У них неправильные проблемы с языком, поэтому мы расхринячим русскоязычный Харьков, чтобы им жизнь малиной не казалась. У каждого из нас на поводке боевая крыса из нашей биорабортории, и мы, значит, травим всех вот этих вот бедных, несчастных и так далее. А еще, да, у нас же вирусы специальные, которые четко определяют, у кого паспорт синий, а у кого не синий, понимаете? Синий паспорт вирус не трогает, красный паспорт ба-бах, кошмар. И вот вопрос, понимаете, какая ситуация? Над этим было бы здорово, если бы мы на этим посмеялись. Но это повод убить, уже погибло примерно 200 тысяч человек с обеих сторон и так далее. Вот эти вот фантазии, они обошлись. А что вы сделали, твари, с Харьковом, с Днепром, что происходит? Мариуполя нет, Мариуполь, мы сами Мариуполь разбомбили и так далее. И, собственно говоря, у меня есть одна цель, только одна цель сейчас, чтобы вы, ваши зрители, кто-то начал еще, попробуйте усомниться в этом, усомниться в том, что вам говорят правду. Сделайте все, чтобы ваш мужчина, ваш сын, господи, сломайте вы ему ногу к чертовой матери, лучше пусть похромает, еще один вопрос. Девочки, я сейчас обращаюсь, смотрите, протестов нет, почему? Почему в России нет протестов? Совершенно очевидно, почему? Потому что выстроено потрясающий, крайне эффективный аппарат насилия. Куча здоровых мужиков, готовых по команде ФАС наброситься и навести порядок. Но, теперь смотрите, эти мужики, когда наводят порядок, они думают о своем личном благополучии. Но у каждого такого мужика, есть женщина, есть женщина, а у этой женщины есть ребенок. И вы должны думать о том, что ваш муж, охраняя вашего вождя и этот режим, лишает будущего вашего ребенка. поговорите с ним. Поговорите, накажите, убедите, заболейте, придумайте что угодно, перестаньте строить себя псов, охраняющих вот это все. Как только вы уменьшите свой энтузиазм, как только вы не догоните, упустите, не запишите, сломаете камеру, у кого-то появится шанс на протест. Я считаю, что в стране, где политика абсолютно мужская, а в России политика абсолютно мужская, у меня вообще давным-давно говорил о том, что мой рецепт счастья государства состоит из трех пунктов. Мужчины к детям, женщины в политику, бабушки к дедушкам. Это рецепт от Комаровского счастливого государства. Так вот, главная проблема России сейчас состоит в том, что она очень мужская. Решения, которые принимает мужчина, это кого догнать, кого убить, кого изнасиловать, ну, как можно больше и так далее. То есть это тестостероновые решения. А решения, направленные на будущее, должны быть совершенно другими. Скорее, женскими. Когда надо не просто выносить, надо родить и прокормить. И обеспечить, самое главное, своему потомству безопасность. Поэтому, женщины, не имея возможности публично влиять на общественную политику, начните со своей семьи. Со своего мужика. Со своего мужика. Засуньте ему фигню какую-нибудь в пистолет. Сделайте что угодно. Девочки, вас много в России, кто слушал Комаровского, кто доверяет Комаровскому. Нет таких денег, за которые я продамся и стану говорить неправду. Если ваш мужчина работает в силовых структурах, сделайте хоть что-нибудь, чтобы он, если не перестал там работать, то хотя бы перестал энтузиазм проявлять. Йокал МН. И вы, объединившись, можете намного больше. Бегом, бегом. Субтитры создавал DimaTorzok Недавно разговаривал с одним ребенком в Харькове. Вот вдумайтесь, шестилетний ребенок произносит фразу «Если бабахают, но нет тревоги, это значит бабахают наши». В Харькове сейчас большей частью примерно так. В 2021 году вы стали почетным гражданином Харькова, правильно? Да. Во-первых, в каком состоянии сейчас ваш дом и ваша клиника, которая тоже в Харькове? Они, я бы сказал так, в замороженном. Ну, то есть, в 80 метрах от клиники воронка Искандера, поэтому окна на первом этаже, естественно, они забиты ОСБ и так далее, и так далее. А в доме воронка Искандера 200 метров от дома, поэтому, а из водосточной трубы выковыривали осколки, ну, такие приличные, это в доме, у меня частный дом, вот, и еще куча осколков по территории двора. Ну, вот, вот в таком состоянии. Я почетный гражданин, я горжусь Харьковом. Знаете, вы, наверное, через это не прошли. Мы же, когда у нас было в нашем пионерском детстве в Советском Союзе, естественно, была такая проблема, города-герои, да? Город-герой Киев, город-герой Одесса, город-герой Москва, город-герой Ленинград. Это было в нашем детстве. И вот ты, когда мы жили в Харькове, я всю жизнь живу в Харькове, и жил в Харькове, и мне было всегда так вот расстраивало, что мой родной город не город-герой. И тут на старости лет я оказался почетным гражданином города-героя Харькова. Я вам скажу честно, я бы еще 60 лет походил не жителям города-героя, лишь бы сюда не лезли эти падлы, чтобы нам не надо было эти подвиги совершать. А вы почему никогда не думали переехать в Киев? Зачем? Смотрите, одна из больших проблем, с которой я столкнулся, начиная, примерно, с 2010 года, когда начала выходить в Киеве школа доктора Комаровского, это постоянное желание затянуть меня в политику. Причем меня всегда искренне не... Я помню, как один мне говорил, я не буду называть всех этих, хотя очень известные люди, но они говорят, он говорил, это место стоит 20 миллионов, а ты отказываешься. Понимаете, вот эти разговоры, то есть каждый, для меня каждые выборы, это надо уходить куда-то в подполье, понимаете, потому что меня все пытаются затянуть куда-то и так далее. Я не хочу, мне противна власть над людьми, мне противно это все. Это вообще не мое. Если я буду в Киеве, я буду ближе к власти, ближе к политикам, ко мне чаще будут... То есть так меня будут звать на дни рождения, на какие-то банкеты, на какие-то заседания, а тогда звоняй-то я в Харькове, до свидания, до свидания. Опять-таки, многие харьковчане, харьковчане считают, что я в Киеве, киевляне знают, что я в Харькове. В результате я как бы между капель дождя пробегаю и нахожусь в нейтралитете. Не есть ли то, что вы не переезжаете в Киев, то, что вам комфортнее и удобнее жить вот в этом русскоязычном пространстве Харькова? Да, Киев на сто процентов... Ну, практически... Он до войны практически русскоязычный. Да не в этом проблема, вообще не проблема. Я могу разговляться и украинской мовой. Я знаю. Но просто вот вы мне описали там, кто во Львове, тот чуть иначе все-таки мыслит, чем мой харьковчан. Я говорил исключительно о имперскости. Это важно. До войны Харьков можно было назвать пророссийским городом? С пророссийскими настроениями? Нет, однозначно нет. А как... Вы же понимаете, что... А до войны, 23 число это до войны? Да. То есть 23 числа он был пророссийский, а 24 очереди выстроились в терраборону, да? Нет. Я много раз об этом говорил. Это абсолютный, абсолютно дебильный штамп пытаться путать пророссийскость с русскоязычностью. Это разные вещи. Ваш мэр Геннадий Кернес, он же был противником Евромайдана, сторонником и там член партии Януковича. То есть, ну вот по всем вот этим регалиям, да, интересам его, я понимаю, что это такая все-таки пророссийская повестка. Можно его назвать пророссийским политиком или нет? Вы знаете, я неплохо вроде как, как мне казалось, знал Кернеса. Его идеологией был Харьков. Харьков? Для того, чтобы себя комфортно чувствовать в этом городе. Если бы ему для этого надо было сказать, понимаете, что у него прокитайская оппозиция, он бы сказал, что он прокитайец. Кернес был очень, как бы это сказать, ну как говорят, продуманным. Он, у него была цель. Понимаете, была цель. Он относился к Харькову, как хорошая хозяйка к своей кухне. Понимаете? Я здесь хозяйка, я решаю, где стоит посуда, я решаю, чисто тут или нет, я. И я решаю, что у нас будет на обед. И я сделаю все, чтобы на мою кухню никто не лез. Вот если для того, чтобы на его кухню никто не лез, надо было сказать А, он сказал А. Завтра он бы сказал Б. Но первичным для него был именно Харьков. Власти покрывают, нацисты убивают, власти покрывают, нацисты убивают. Какие настроения были в Харькове в 2014-м? Вот все это приключилось в Донецке, а Харьков соскочил. Вот чудом. И вот такое, знаете, вот реальное ощущение пронесло. Вот такое ощущение, что буквально рядом с тобой была смерть. Вот рядом. Вот это было чудо. Харьков тогда, во время Майдана и всего остального, вот именно в 2014-м году, по большому счету, находился очень близко к той черте. То есть, по-видимому, у них, как и в этот раз, не хватило ресурсов додавить в разных направлениях. Сэкономили. Или были уверены, что Харьков сам пойдет в объятия, а Харьков не пошел. Вот вы говорите, соскочил. Потому что, ну, как бы... Было Харьков, как в любом городе, который пытались, пытались раскачать, точно так же, как Донецк, как Луганск. Это же не... Поймите, вот это все раскачка, эти митинги, эти штурмы СБУ, это же была не внутриукраинская тема. Это люди, казачки, за деньги, которые понаехали, хрен знает куда. У нас тут в Харькове ходили люди, которые давали интервью, как они любят Харьков, они говорили с белгородским акцентом. Вы же понимаете, у нас же россиянина по разговору сразу видно, понимаете. Когда мужик, приехавший утром на автобусе из Белгорода, лез на звание на здание губернатора, вешать, ну, то самое здание, которое весь мир видел, рядом с которым ракета упала в первые дни войны, допустим, да. Вот он лез на это здание, вешает на него российский флаг и так далее, вот этот митинг типа пророссийский. Так вот, когда приехали ребята ОМОН, который их разогнал, этого было достаточно, потому что у харьковчане все этого очень сильно не хотели. Очень сильно не хотели. Ну, Харькова хватило, хватило духу, ну, то есть на Харьков хватило ресурсов. А в Донецке все было намного круче. Там было, видно, больше денег кинуто, понимаете, туда было сложнее нашим проукраинским силам пробиться и так далее. И там это произошло. А среди, вот, вы наблюдали, харьковчан были действительно не приехавшие непонятно откуда, а действительно местные, которые вдруг задумались, а может быть и нам? Ирина, город 2 миллиона человек. Ну, понятно, что в 2-х миллионном городе найдется 200-300 идиотов, которые могут кричать, что им туда хочется. Ну, если их крупно показывать, так всегда можно, у нас же можно найти в 40-миллионной стране пару идиотов, понимаете, и так далее. И потом их показывать всей России по 10 раз и пытаться на этом по 10 раз на дню и на этих примерах доказывать, что это типичная ситуация. Как вы считаете, я просто не понимаю, почему в Харькове до последнего времени показывалось российское телевидение? Ну, я вот не смотрел российское телевидение в Харькове. В Харькове я не смотрел российское телевидение. А вы как-то жаловались в одном из интервью, что вам приходится платить за украинские каналы, а российское телевидение бесплатно. Это что такое? У нас возможно такое, что некоторые каналы должны оформить подписку, а спутник российский можно поймать бесплатно. Об этом говорили многие. Это один из наших внутренних пробелов. Тем не менее, тем не менее, человек, который смотрит только в одном направлении, это неправильный человек. Надо иногда крутить головой. Инстинкт. Понимаете, все животные, которые смотрят только в одном направлении, они очень быстро вымирают. Надо уметь крутить головами. Поэтому у животных есть такое, у млекопитающих, есть такая штука, называется шея. Она предназначена для того, чтобы вы крутили головами. Поэтому у человека шея есть. Шея есть для того, чтобы ты смотрел не только в одном направлении. Вот, предположим, перепись населения в Украине происходит, приходят к харьковчанам и у них спрашивают, ну, к русскоязычному. А украинец-то или русский чаще какой ответ давали? Не знаю. Как себя называют? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос, честно вам скажу. Ну, вот честно. Ну, я еврей, ну, дальше что? У меня жена гречанка. Жена гречанка. Когда была перепись населения, у меня... И пришли, это было при Советском Союзе, понимаете? Когда у меня, у нас тогда только сыну было года четыре. И у нас была при Советском Союзе перепись населения. И стоит это вот тетя и говорит, там, евреи, гречанка, а в качестве сына как записываем? И тут он выходит и говорит, я русский. Понимаете? Что ему? Он какое-то кино смотрел. Ну, и что дальше? Ну, я вообще считаю, что в 21 веке таким вопросом вообще не место. Вот для меня, лично для меня. Национальности? Для меня национальность, национальность, это скорее, еще раз говорю, это любовь к определенной территории и правилам игры, установленным на этой территории. Это то, что включается в понятие родина. Родина – это территория, где с детства тебе знакомы правила игры, правила жизни. И вот это, если эти правила близки и территория совпадает у огромного количества людей, вот это и есть нация. Вот в Украине из-за войны нация сплотилась сильно, но она сформировалась до войны. Политическая украинская нация сформировалась до войны, потому что именно эта территория стала мерилом любви к этой стране. На самом деле, вот, знаете, есть классное слово «щирый». «щирый украинец». Да, вот, добрый, открытый, да, нежадный, хлебосольный, да, а у нас же 99% такие, понимаете, и во Львове, и во Ивано-Франковске, и в Харькове. Потому что, знаете, в Украине дефицит еды был либо искусственно созданный голодомором, не без помощи имперскости, да, либо возник после войны тоже не без помощи имперскости. Знаете, честно вам скажу, когда, самое потрясающее, вот, прилетаешь в Киев, но все-таки в Харькове только последние годы был чудесный международный аэропорт, а до этого обычно ехал, летел из Киева, да, вот прилетаешь куда-то, садишься в Киеве, из Киева, едешь в Харьков, и между Киевом и Харьковом есть несколько, на трассе есть несколько ресторанов. И когда ты там останавливаешься перекусить, ты понимаешь, какую хренотень жрет вся эта Европа. Понимаете, помидор в Украине это помидор, это помидор, никакой идеальный, красный, круглый, блестящий, твердый, турецкий помидор никогда не может сравниться с нашим в пупырышках, никогда, ни одно яблоко украинское, ни один огурец наш местный, понимаете, наша малина, клубника, выросшая на этой земле, главное мерило украинца, это его земля, он здесь, цар, он щирость тут проявляет, понимаете, вот здесь, вот это главное, когда ты свое будущее и будущее своих детей привязываешь к этой стране, к этой земле. И я недавно совсем, помню, какое-то интервью давал и рассказывал о том, что я при своей еврейской маме, когда первый раз поехал в Израиль, был абсолютно убежден, что меня должно вот там очень сильно торкнуть. И я вот ходил там по Тель-Авиву, не торкает, и все тут. Привезли им, приехал в Иерусалим, подошел к стене плача, прижался к ней. Как в том анекдоте, такое впечатление, что я говорю со стеной. Понимаете, а здесь, а здесь, когда я стою возле поля подсолнухов, это мое, это мое. И я это никому не отдам. Вот этим тварям, которые пришли тут учить меня любви к родине и так далее, это никому. Которые рассказывают мне про свои правила, это моя страна, моя. И я детей своих воспитал в любви, и мы все здесь. И никто не уехал. Потому что это наше. Тут огромное количество, огромное количество добрых, искренних, честных, трудолюбивых людей, которые рассчитывают на себя, на свой труд. И смотреть сейчас, как продебильные разговоры про нацистов убивают плоды труда миллионов людей. Людей убивают. Стирают с лица земли города под разговоры, которым неужели еще есть кто-то, кто верит тому, что мы сами разбомбили Мариуполь и Харьковскую Салтов. Я услышала вас, что вы видите в дальнейшем только большой-большой забор. И только лет через 30-50 он может как-то укорачиваться. Тем не менее, как вам кажется, будет ли Харьков, несмотря на то состояние, в котором он сейчас находится, одним из первых городов, который будет сближаться с Россией? Нет. Поймите. Скорее, не Харьков будет сближаться. Харькову так досталось. Причем харьковчане же, они же помешаны на своем городе и красоте своего города. Вы понимаете? Такой красоты, как вечерний Харьков, там и ночной, с нашей уровень подсветки, зданий, как все сделано, какая кругом чистота. Нигде так вкусно не бывает, как здесь. И видеть, как знаковые места города, твоего города, бомбят, понимаете? Просто уничтожаются на ровном месте. Просто так. Поэтому Харьков не то, что первый пойдет к сближению, Харьков первый забор начнет строить. Первый. Потому что он понимает. Понимаете? И там будет окошечко, понимаете, где белгородцы и курчане будут обращаться. А можно? А можно? Как они же толпами в Харьков ездили. Толпами. В наши рынки, наши супермаркеты, проводили дни здесь. Все это до 14-го. Харьковский рынок Барабашова. Да там раньше, там до 14-го, там все сложные автобусы до горизонта, автобусы с российскими номерами приезжали отовсюду и так далее. И что вы теперь пришли? Куда вы пришли? Боже. И вы не понимаете? Представьте, ну просто понимаете, Салтовка Харьковская, вот люди не могут понять, что такое спальный район, полмиллиона населения, полмиллиона многоэтажек. Можете себе представить, сейчас это выглядит, как, ну, четко пикник на обочине Стругацких. Точно. Посмотрите, там, фильм «Сталкер». Это же, ну как это? И вы после этого думаете, что они, мы первые пойдем на встречу? Еще раз говорю, мы будем кирпичи подносить, кирпичи, границы. Только цементный завод в Балаклее надо будет привести в порядок. Вы обращались к своей аудитории вот не только в феврале, там, и марте этого года, но и после 2014-го? Да я регулярно, вроде как, на эти темы, ну, смотрите, я в 2014 году я обращался, а после этого я регулярно касался этой темы во многих интервью. Да. Ну, собственно, да. Насколько, как вам кажется, вот эти обращения к российской аудитории были услышаны с 2014-го года? Нет, я не мог перебить такую, вы же понимаете, какая против меня команда зомбирования? Нет, конечно. Они регулярно смотрят и так далее. Нет, я перебить это не мог, но, тем не менее, я по тем письмам, которые я получаю, по откликам, очень многие рассматривали Комаровского как человека, который однозначно говорит правду. У меня всю жизнь были огромные проблемы с телевидением, огромные, потому что всегда важнейшим условием моего входа в любой телевизор было я решаю, можно эту рекламу размещать или нет. Понимаете? Потому что рядом со мной разместить какой-нибудь виферон или другие фуфломицины, это... Так вот, люди об этом знают, о том, что я ни за какие деньги не продам свою репутацию. Поэтому людям, когда я говорю, что это война, то огромное количество людей мне верят. Именно поэтому я продолжаю общаться с этой аудиторией. Потому что если благодаря моему общению еще одна женщина не пустит своего сына на войну, еще одна женщина устроит истерику и не пустит своего мужа на войну, понимаете? Еще одна соберет детей и уедет, в конце концов, я буду считать, что я сделал все, что мог для этой ситуации. И это моя цель сейчас единственная. У вас же 8 миллионов подписчиков в Инстаграме. Ну, было 9. То есть миллион отписался? Миллион из России. Ну, много же подписалось. Из России было 6 миллионов, один мы потеряли. Представляете? Нет, на самом деле, вы не представляете, какая это цифра. Это же как раз вам статистика. Вот вам реальный соцопрос. Комаровский, которому запрещен въезд в Россию, который враг народа, стал и так далее, который нацист продался и так далее. Если вы в это верите, то сколько верят, столько должны были отписаться. А я вот вам в массовом порядке провел соцопрос нормальности, нормальных российских женщин. И выяснилось, что из 6 миллионов отписался один. Это для меня, я даю шанс. Но, тем не менее, я понимаю, что выборка нечестная. Почему? Потому что на Комаровского подписывались те, кто готовы были брать на себя ответственность. Комаровский учит, что нельзя отдавать решение врачу только и бабушкам. Ты сама должна разбираться и принимать решение по поводу своего ребенка вместе со своим мужчиной. Поэтому те, кто на меня подписаны, это специфическая прослойка общества, которые готовы анализировать и брать на себя ответственность. И не только за ребенка. но и за страну. Поэтому у меня удивительно мало, удивительно мало людей, в которых я разочаровался. Много мне задают вопросов по поводу детей, дети на войне, как ребенка успокоить, вот мы выехали, что делать, когда это все прекратится, когда он перестанет кричать и плакать по ночам, перестанет дергаться. Что нового вы узнали о том, как война может повлиять на ребенка? Дети не могут нормально учиться. Дети знают, что там в городе Харькове осталась их спальня, их игровая комната, большинство их игрушек, их друзья. Они общаются со своими бабушками и дедушками, которые остаются под огнем. Они звонят утром узнать, жива ли бабушка и дедушка, потому что в ночной сводке была информация о том, что в район, где живут бабушка и дедушка, два раза прилетело. Поэтому, разумеется, дети очень быстро взрослеют. И их уже волнует не, что бабушка ела на завтрак, а жива бабушка или нет. Они что-то понимают о войне? Старшему ребенку восемь, девять, то мы стараемся все-таки не погружаться так глубоко. Но, вне всякого сомнения, мои внуки будут все знать про эту войну. Придет время. Они узнают, кто за белых, кто за красных, кто хороший, кто плохой, кто виноват. Они получат от меня и от своих родителей ответы на эти вопросы совершенно однозначно. Вот два фрагмента очень серьезного письма от женщины, сын которой впервые пришел домой. Он сейчас на фронте. Вот он сказал, мама, сказал он, уже вопрос не кто кого, а мы, но когда. Вот вы сейчас на ютуб-канале своем очень часто делитесь письмами. И было ли такое, что вы не знали, какой ответ дать матери в сложившейся ситуации? Что делать с ребенком? Бывает очень часто. Бывает очень часто. Ну, хорошо, но если мой ребенок болен бронхиальной астомой, мы в течение многих лет получаем лекарство флексотит. Мы сейчас на оккупированной территории, этого лекарства нет. У ребенка один за другим приступы в течение двух недель. Что мне делать? Или доктор. Опять-таки та же астма, пороховой дым, пожары, обострение, что делать и так далее, и так далее. Конечно, таких вопросов огромное, при огромном количестве. Я себе напоминаю одного из моих любимых писателей Вересаева, Викентия, который был врачом и написал потрясающие совершенно записки врача. Так вот, Вересаев писал о том, что я чувствую себя неловко, когда рекомендую ломовому извозчику не поднимать тяжести, а прачки с экземой рекомендую не мочить руки. Ну вот, я примерно сейчас, общаясь со своими ребятами, которые дышат всякой дрянью, рискуют жизнью и так далее, иногда напоминаю себе того самого доктора. Сегодня в моих сетках соцсетей очень часто, конечно, появляются или посты, или рассказы об украинских беженцах, мамах, которые пытаются как-то детей, чтобы дети жили нормальной жизнью, но при этом, если они идут в музей на какую-то экскурсию, пытаться обойти, ну, например, период военный в той или иной стране, вот такое я недавно читала, что нельзя ребенку рассказывать не о пулях, давайте обойдем этот пушечный зал или еще что-то. Я не знаю, знаете ли вы ответ, вы тоже впервые в этой ситуации, чего делать, сколько ребенок будет восстанавливаться, вообще возможно ли какое-то восстановление после того, как ребенок посидел в бомбоубежище и услышал вообще эти взрывы? Ну, для начала мы с вами же должны понимать, что для огромного количества детей и их родителей сама фраза «давайте обойдем», да, «давайте на это не обращать внимания» просто является реально неосуществимой. Городов, куда не прилетало, в Украине практически не осталось, то есть прилетает везде. И люди, когда начинается время тревог, и когда краснеет вся карта Украины, это, как вы понимаете, сказать ребенку «мы обойдем это дело и не будем на это обращать внимания», мы не знаем. Нет, нет, я имею в виду, что эти дети в Европе, они идут, допустим, в какой-то музей, вот такое недавно читала. Вот те дети, которые в Европе, там есть совершенно четкие алгоритмы. Я называю это алгоритм малосольного огурца. Сейчас объясню. Если в бочку с малосольными огурцами кинуть нормальный огурец, он очень быстро становится малосольным. Так вот, надо этого ребенка пострадавшего как можно быстрее погрузить к детям не пострадавшим. Поэтому самое главное, как можно быстрее ребенка в местный детский сад, в местную школу. Я категорически против того, чтобы создавать какие-то специальные группы для детей-беженцев. Нет, эти дети должны быть растворены среди нормальных детей. Это один из самых эффективных способов восстановления. Тем не менее, кроме общества, есть еще один очень важный момент. Дети так устроены. Это инстинкты млекопитающих. Это то, чему я учу вас, молодых женщин, с которым предстоит размножение. Дети копируют поведение взрослых. Ничего нельзя сделать, нельзя успокоить ребенка, если рядом с ним мама, которая дрожащими руками набирает номер папы, который остался в окопе. Ничего нельзя сделать. И это состояние мамы передается ребенку, он это видит, независимо от возраста, он это чувствует. Поэтому речь о восстановлении пойдет тогда, когда мы сможем к какой-то стабильной эмоциональном парадигме привести маму. Иначе никаких вариантов. Скажите мне, если сегодня, как врача вас спрашиваю, если сегодня вам предположим предоставится выбор, вернее так, вот у вас выбор, спасти украинского или российского ребенка, что вы сделаете? Правила оказания медицинской помощи, медицинская сортировка. В медицинской сортировке нет такого понятия эмоциональности. Это оценка тяжести состояния, кто тяжелее, кто нуждается в помощи в первую очередь, кто соответствует принципам медицинской сортировки, того и будем лечить. Вы в одном из своих ютуб-видео говорили о том, что вы смотрите все-таки на страну писем, из которых вам пишут мамочки. Да, конечно. Почему вы это делаете в таком случае? я точно знаю, что ни я, ни мои дети, ни мои внуки не смогут жить не по соседству с Россией. Нам придется все равно каким-то образом существовать. Понимать, что там внутри происходит, это важно. Анализировать эти процессы, возможно, влиять на эти процессы. Собственно, я беседую сегодня с вами, я пытаюсь на это повлиять. Я пытаюсь внести зерна сомнений. Если еще десяток мужиков не возьмут в руки автоматы и не припрутся в мою страну, значит, мы с вами не зря сегодня разговаривали. Хотя я прекрасно понимаю, что любой мой разговор с вами, с любым российским журналистом, это тоже повод для критики. Но я вижу свою возможность помочь собственной стране именно так. У меня есть свои правила. Ну, все. Хотя, конечно, здесь есть у нас куча экспертов по патриотизму и любви к родине. Как и у вас. Есть часть украинских популярных людей, звезд, певцов, общественных деятелей, вот вы тоже, которые и после 2014 года либо ездили в Россию, продолжали работать и там, и там. Есть те, которые вообще перестали, а есть те, кто работал официально в Украине, но втихаря на корпоративы ездили в Россию тоже и зарабатывали деньги. И многие как бы критикуют за это, за тех, кто вот продолжал работать на российскую аудиторию. Есть такое? Да, есть, конечно. Ну, тут есть, смотрите, определенные нюансы. Все-таки, с одной стороны, есть специфика профессии. Ну, вроде я как, я же не петь ездил, если и, да, хотя я, вам честно скажу, что я был в России за последние девять лет два раза, два раза, вот, и последние пять лет не был и так далее. Ну, вопрос даже в другом. Во-вторых, например, я же ездил не петь, я ездил рассказывать про детей, да, то есть тех, вы же вроде как отвечаете за тех, кого вы приучили, и от того, что ваш вождь сошел с ума, это не значит, что я должен отказать вам, чтобы вы нормально не гробили собственные семьи, это два. Третье, это как бы даже забегая вперед, по поводу того же телевидения. Да, Комаровский же был в российском телевидении. И во время коронавируса вас показывали, да. Ну, во время коронавируса вы показывали, вы тырили просто. А, это было, это да, серьезно? Это было с вами. Официально никто ничего не был. Чем кормить малыша, чтобы он не поправился? Хочешь пирожок? Пошли на стадион. Пробежал круг на пирожок. Проконсультируйтесь со специалистом. Вот кто-то нормально, а я худой. Вы, наверное, заметили, что сейчас не так просто свободно говорить, что думаешь. Даже несмотря на то, что по Конституции цензура запрещается. Иногда кажется, что нельзя даже сказать слово «мир». В общем, я подумала, пусть за меня говорит моя одежда. Уж это я точно могу себе позволить. А если ты чувствуешь, что ты тоже опинион-мейкер, то тебе обязательно понравится наш новый мерч. В этой коллекции для нас важнее всего свобода самовыражения, свободный крой и дух свободы при любых обстоятельствах. И, как всегда, у нас качественные материалы и крутые дизайнерские принты. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вы там, я понимаю, что последние 5 лет не ездили, а когда ездили, вы же ездили с лекцией, вы зарабатывали, ну, это заработок, правильно? Зарабатывали деньги. Да, нормально. Вы поддерживаете критику украинцев, которые критикуют своих звезд, которые продолжали зарабатывать в России? Сначала боты писали одну и ту же фразу, где вы были 8 лет, сейчас новая фраза «Почему вы разговариваете на нашем языке?» Я хочу сказать, что русский язык не принадлежит русской власти. Он принадлежит русскоязычной аудитории, русскоязычному человеку, который живет во всем мире. Говорить какие-то претензии по поводу того, что кто-то говорит на русском языке, я на нем думаю. Я сплю и вижу сны на русском языке. Это язык, на котором я говорю всю свою жизнь. Когда я смогу найти песню, которую я смогу прочувствовать и сделать ее своей, я буду с удовольствием, с большим удовольствием петь на украинском языке. У меня другая позиция была, что когда из каждого утюга в России рассказывает о том, что здесь сплошные нацисты и так далее, и так далее, то видеть и общаться с живыми, нормальными людьми, это один из поводов не поверить собственной пропаганде. Я рассматривал это так. Просто, еще раз говорю, нельзя равнять песни и медицинские лекции. С моей точки зрения, это раз. Но, опять-таки, песни песням рознь. Когда в Москве в 15-м, в 16-м, в 17-м звучали украинские песни, я это приветствую. Я не вижу. Я вообще считаю, что это проблема... В том контексте, в котором мы с вами говорим, в чем разница, песня это или лекция, какая разница? Ты все равно работаешь с аудиторией, с страной агрессии. И то, и другое, и то, и другое является не очень, с моей точки зрения, нормальным проявлением вот того самого «опоговорить». То есть, государство покупать газ может, а девочка спеть не может. Где логика? Никакой. Поэтому это одна из проблем, когда пытаются от реальных проблем заболтать реальные проблемы. А реальные проблемы это все та же имперскость, все та же коррупция, все то же воровство. И тогда вот это проблемы, а это не проблемы. Нельзя нарушать законы страны, если твоя страна говорит «Ездить в эту сюда нельзя», нельзя, ты не ездишь. Понятно? Если от лица страны куча народа, считающая себя экспертами по любви к родине, начинают высказывать свое мнение, то это их личная позиция. Если человек не нарушил закона страны, к нему нет никаких претензий. Я крайне законопослушный. Считаете ли вы, что на тех людях, кто из Украины ездил в Россию после 2014 года, лежит часть ответственности за то, что Россия пришла в Украину? Да бросьте вы. Это вообще попытка, по-моему, уже давно во всем мире. Насильника не может оправдать ничего. Насильника и убийцу не может оправдать ничего. Ездили, торговали, пели, скакали, плясали, голые жопы показывали. Неважно. Насильник пришел сюда убивать. И попытка даже намек на то, что как-то это можно оправдать хоть чем-то, этому нет оправдания. Это гнуснейшее преступление. Такого бандита и преступника в 21 веке еще не было. Вот он есть. Все. Многие украинцы сегодня критикуют россиян, которые уезжают из страны под политическим давлением или в связи с ситуацией, что они не могут жить в стране-агрессоре. И они говорят, что как бы они не правы, они должны оставаться в стране и бороться. В том числе звучат различные призывы о том, чтобы усложнить этим людям жизнь за границей. Там визы, понятно, банковская система, доступ к медицине и очень много. И давайте уточним, что я говорю не об олигархах, не о друзьях президента Путина, а о простых там, я не знаю, айтишниках, журналистах, творческих людях, театрах, актерах и так далее. Вы поддерживаете эти разговоры? Вам тоже кажется, что эти люди должны оставаться в России и противостоять режиму? Или как бы вы понимаете? Нет, у нас в украинском обществе нет консолидированной позиции по этому поводу. У нас есть такое мнение и такое, но на то и ценное украинское общество, в котором мнения могут быть полярными. Но если я считаю, что главная ценность любой страны это люди, да, и сберечь адекватных, вменяемых людей это очень важно. Я не разделяю создание препятствий для выезда, но я предложил, сформулировал быть понятные критерии, в которые должно входить предыдущая деятельность, образование, мотивы, семья, преследование, состояние здоровья, зарплата, даже позиция в социальных сетях и так далее. Ну, какие-то должны быть понятные критерии, по которым нельзя ко всем, кто выезжает, относиться одинаково. Я считаю совершенно, это совершенно однозначно. Если человек протестовал, если его преследовали, если он выезжает, чтобы обеспечить безопасность своей семье, ну, это нормальная ситуация, ему надо помочь, поддержать. Если человек наворовал уже кучу в России, так нахрен надо, чтобы ты тут воровал, воруй дальше. То, что вы говорите, немножко похоже на ту знаменитую фразу Гарри Каспарова, который сказал про хороших и плохих русских, паспорт хорошего русского. Я сформулировал для себя критерии хорошего русского. Критерий хороший русский что-либо делая, делает это для себя и своей страны, а не для того, чтобы помочь украинцам или кому-то. Как только хороший русский начинает рассказывать, что он кого-то спас, кому-то помог и так далее. Это уже не хороший русский. Хороший русский делает свои хорошие дела для того, чтобы ему было не стыдно смотреть на себя в зеркало. Понимаете? Вот и все. Вот это. Поэтому от того, что я обиделся, они про нас такое говорят, они всех по одну гребенку, коллективная вина, коллективная ответственность и так далее. Хороший русский их это не долбит. Вообще. Хороший русский делает это для себя. Это как тот человек, который идет по улице, наклоняется, берет бумажку и выкидывает ее в урну. Понимаете? Все. Он это делает для себя, для своего города, чтобы стало чище вокруг. Все. И он мало говорит об идиоте, который набросал этих бумажек. Таких русских я ценю и люблю. И они понимают, и они понимают, что страна, которая шесть месяцев под бомбежками, люди могут... Я еще считаю, что мы потрясающе сдержаны. Просто потрясающе сдержаны. Вы сейчас видите какие-то перегибы в украинской критике, допустим, оппозиционных россиян. Перегибы есть. Они легко объяснимы с медицинской точки зрения и психологической. Понимаете? Вот. И очень... И то, что я говорю сегодня, если завтра ко мне во двор упадет ракета, я буду говорить другое. Поэтому надо всегда понимать личная история войны. Это всегда очень важно. Иногда никого не хочется, не то, чтобы видеть. Хочется, чтобы исчезли все. Вот просто. Вот так хочется, чтобы Украина взмахнула бы руками и улетела куда-нибудь там поближе к Новой Зеландии. Понимаете? А еще лучше, чтобы Россия туда улетела. И оставили нас со своими полями и Днепром. К еще одной, да, претензии украинцев к русским. Что они не противостоят режиму Владимира Путина и не выходят на улицы и так далее. Вы считаете, что это возможно сегодня? Я придерживался такой позиции пару недель после начала войны. Потом я понял, что машина насилия чрезвычайно, чрезвычайно эффективна. И, по-видимому, простыми, понятными каждому украинцам мерами собраться и выйти на протест в России действовать уже поздно. Вы просрали такую возможность. Мой совет думающим россиянам. Ищите способы получать достоверную информацию и берегите свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улицах. Учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить. По поводу критики. Вы до войны очень сильно критиковали Владимира Зеленского. Вы говорили, что произошло поколенческое обновление и что это не привело к обновлению роли государства в жизни народа. Вы критиковали за налоговые новшества и говорили, что государство ведет борьбу с коллективным олигархом украинским народом. Что Зеленский не хочет слышать критику, не знает страну и что в стране нет нормальной медицинской статистики. Ну и система в том числе. Любая власть развращает, говорили вы, и происходит немягкая украинизация. Владимир Александрович президент моей страны. Моя страна сражается сейчас с вашей. Понимаете? Поэтому я не то что морального права, никакого права не имею сейчас даже заикаться, пытаясь ответить на этот вопрос. Также я посмотрела рейтинг Владимира Зеленского до войны и после. Значит, до войны и перед войной он колебался в районе 25-30% у украинцев, а сейчас составляет 90% поддержки. И вы мне говорите, что нельзя во время войны критиковать президента. Я говорю, что я не буду критиковать даже не так. Я не буду критиковать верховного главнокомандующего. Это очень важно. Как только президент становится верховным главнокомандующим и однозначно крайне успешен, крайне успешен в этой ипостаси, то надо заткнуться, заткнуться и не умничать на эту тему. И не мешать ему принимать. Потому что одно из главных моих, может быть, разногласий были проблемы с кадровыми решениями. И как оказалось кадровые решения и в плане министра обороны и главнокомандующего и так далее оказались чрезвычайно удачными. И все. Точка. Можно ли сказать, что ваше отношение к нему во время войны тоже поменялось? Боюсь, вы мне или не поверите, у меня нет отношения к Владимиру Александровичу как к иконе, которая как у россиян к Путину. Это человек, которого я знаю, которого я люблю. Знаете, моим детям и моей жене достается от меня больше, чем кому бы то ни было. Тем, на кого мне накакать с высокой колокольни, понимаете? От меня вообще ничего не достается. А мне все равно, чего они делают. Я его любил и люблю. Просто у вас, к сожалению, это тоже одно из проявлений великой имперскости в том, что вождь, он это икона. Все. Он подлежит критике только тогда, когда он уже не вождь. Понимаете? Вот если Акела промахнулся, он перестает быть вождем. В Украине немножко не так. У нас Акелы могут промахиваться. Могут. Все. А наша задача, наоборот, задача общества, и моя в том числе, помочь реже промахиваться. И все. Для многих президентов, ну, типичный пример, тот же Янукович или Порошенко, для них президентство это бизнес-проект, а для Владимира Александровича однозначно нет. Это вот, для меня это важно. Поэтому я могу многое понять, простить, принять, изменить отношения и так далее, и так далее. Другой вопрос в том, что у нас, как правило, любые несогласия, ну, это политическая традиция, поскольку президентство бизнес-проект, то несогласие воспринимается как попытка откусить кусок бизнеса. Понимаете, да? Ко мне это отношение не имеет. Ну, просто вот до войны, вы говоря в интервью о Зеленском, вы говорили, я сделаю все, чтобы не оказаться в одной комнате с Владимиром Александровичем, а ваша фраза. Это фраза для внутреннего употребления. Не надо путать. Не надо. Хорошо. Нет, просто... Это же... Это же не только ваша украина. Вам интересно? Вам это все равно... Воймите. Еще раз говорю, российское политическое общество, российская политическая культура не смогут к этому прийти в ближайшие лет 30-40. Я к тому, что ваша же ситуация или там ваше мнение, оно не одно такое. Реально я вижу там по своим друзьям украинцам, которые тоже как бы или никак не отзывались с Зеленским или так махали рукой, а сегодня он действительно герой. Он мужественный. Он действительно герой. И если ему понадобится моя помощь, он может на нее всегда рассчитывать. И он это прекрасно знает. И все. Сегодня он на своем месте? Конечно, однозначно. И я больше всего на свете я боюсь, что он куда-то уедет. Я вот с ужасом жду этих вот этой двадцатки, куда он может поехать и так далее. Я очень не хочу, чтобы он уезжал из Киева куда-то. А почему вы не хотите? Ну, даже если он в рабочем родственнике. Я боюсь. Я просто боюсь. А за его жизнь? Я боюсь. Пока. Я хочу сказать, президент в Киеве в своем рабочем кабинете это для каждого жителя Украины важнейший стабилизирующий фактор. Признак того, что власть на месте, власть сражается, власть с народом, власть вместе с нами. Все. Ну, собственно говоря, я боюсь, когда он, вот он поехал во Львов, мне было страшно. Чисто это моя человеческая оппозиция. Вот и все. Мне спокойнее, когда он там. И я, и опять-таки он, если он услышит об этом, он поймет, что когда он выезжает из Киева, то украинцы нервируются сильно. Лучше пока не надо. А 24 февраля у вас были мысли, что лучше бы на этом месте был кто-то другой? Нет. Кто? Да нет. Нет. Вот как раз тогда, нет. Я вот честно, нет. Нет. Вот честно, вот вы сейчас спросили, а я поймал себя на том, что у меня такая постановка вопроса мне даже в голову не приходила. Когда можно, вот вы говорите, сейчас нельзя ничего говорить, когда верховный главнокомандующий исполняет эту роль, обязанность. А когда можно начинать критиковать президента? Мирное соглашение подпишут, уберетесь с нашей территории. Поймите, я для себя, вот лично для себя, ничего не ищу в этом. Вот просто вы понимаете, тут же главная проблема в том, что огромное количество людей публичных, они все время считают, что если ты кого-то там, не дай бог, покритиковал, значит, вы что-то не подели. Вот не подели. Ну, так оно обычно и происходит. Это ко мне никакого отношения не имеет. Давайте по поводу вот этой мягкой, не мягкой, вернее, укра... Да зачем она вам? Чего она вас трогает? Наша украинизация. Чего? Я говорю по-русски. Да. Даже сейчас, во время войны, я говорю по-русски. Да, я кайфую от того, что я могу для своих граждан записать, для своих жителей, для своих детей, со всеми этими детьми записать сказку украинскую мову. Мне это нравится, я это буду продолжать. Я кайфую от этого. Кайфую. И показываю инструменты украинизации. Это наши модели, наши. Насколько вам кажется, вот эта резкая украинизация разозлила Путина? Да мне плевать. Могла ли она стать поводом к началу всех этих военных дел? То есть украинизация его разозлила, поэтому он начал стирать с лица земли российские мовни города. Охренеть! Охренеть! Да в Харькове, в Украине были считанные города, считанные, в которых сайты горсовета были российской мовы. Ну, на русском языке. В Мариуполе один из них. И что вы с ним сделали? То есть, как, подождите, меня разозлило то, что у них насильственная украинизация, поэтому я первым делом уничтожу русскоязычное население. Это фигня все. Это не логика. Там нету логики. Лучше пусть они спрашивают, диагноз какой у этого человека. Диагноз. Я тебе честно скажу, честно скажу, когда-то мы были на четвертом курсе института, у нас началось занятие по психиатрии. И вот, и к нам пришел мужик, и начал вести занятия с нами. Вот. Он, ну, потрясающе. Я еще подумал, боже, какие все-таки психиатры умные. Он с нами говорил минут 20. А потом открылась дверь, и зашел человек в белом халате. И сказал, Иванов, ты тут? Оказывается, это там местный псих с шизофренией. Понимаете? Который больше всего на свете любит удрать и идти учить студентов. Понимаете? Психиатрии. Так вот, шизофреник произойдет впечатление жутко умного человека, пока ты не знаешь, что он шизофреник, и не знаешь критерии диагностики. Люди просто очень часто отказываются искать ответы на элементарнейшие вопросы. Ну, просто на элементарнейшие. Почему мы убиваем этих людей? Почему? Потому что там в домах засели нацики. Если вы не можете убить нациков, не погубив при этом миллионы гражданских, ну так свалите. Ваше высокоточное оружие, похоже, не очень высокоточное. Идите, тренируйтесь на обезьянах, на собаках, на ком-нибудь еще. Вперед! Тренируйтесь! Ваша цитата. Вне всякого сомнения, в наших странах, в Украине, в России, в Белоруссии, набившие друг другу морду мужики традиционно всегда договаривались за бутылкой водки. И это было всегда проще, чем война. Это была цитата довоенная, сразу предбеждаю. Я представляю, сколько уже на меня может вылиться дерьма, но я глубоко убежден в том, что первое, что бы я сделал, поехал бы с Путиным на рыбалку, и, наверное, после возвращения война на Донбассе закончилась бы безо всяких ООН, Дмитрий Гордон вас спрашивает, вы бы удавили Путина на рыбалке, это будут наши с ним проблемы. Я хочу спросить, вы сегодня до сих пор верите в то, что вы бы договорились на рыбалке с Путиным? Сегодня? Ну что вы, после 24-го числа? Сейчас на рыбалке, если удастся к нему приблизиться, все, что можно сделать, это удушить его, все, больше ничего. Нет, конечно. Нет. Смотрите, я на самом деле уже это несколько раз объяснял, на самом деле разговоры о том, как Комаровский едет на рыбалку с Путиным, это старый наш тут внутренний процесс, он начался намного раньше, где-то году в 17-м, по-моему, еще, вот и так далее, и так далее, это все началось. Вопрос был в другом, и на самом деле позиция моя совершенно другая. Я считал и считаю, был уверен в том, что серьезный конфликт между Украиной и Россией неизбежность. Я считал и был в этом убежден после оранжевой революции, после того, как Путин поздравлял Януковича. Я был глубоко убежден в том, и остаюсь при том убеждении, что, коль скоро нам довелось жить по соседству с бешеной собакой, непрогнозируемой, то надо, наоборот, создавать иллюзию нормальных отношений, но самим готовиться к противостоянию. Для этого нам надо развивать демократические институты, объединяться с цивилизованными странами, всячески бороться с коррупцией и так далее. Вот это вот, продолжать формировать свободу слова, не давать им поводов и так далее. Одним из таких механизмов я рассматривал встречи лидеров, которые могли бы в неформальной основке, по крайней мере, я бы мог рассказывать и морочить голову, давая своей стране время на развитие, консолидацию, борьбу с коррупцией, реформы и так далее. Кажется ли вам, что вы ошиблись в Путине, в том плане, как вы и многие, что вы пытались, как бы, вы думали, что с ним можно договориться, а выяснилось, что, допустим, с тоталитарным лидером все разговоры бессмысленно. Наверное, да, но у меня нет стопроцентной в этом убежденности. Почему? Потому что у меня на сегодня есть, еще, возможно, я очень сильно ошибаюсь, но у меня есть предположение, что интеллектуальные способности Путина 22-го года и интеллектуальные способности Путина 17-е, это очень разные способности. Мне кажется, что он перенес тяжелую коронавирусную инфекцию и посткоронавирусная энцефалопатия с расстройством всяких там функций интеллектуальных стала одной из причин войны. То есть связь между коронавирусом и войной я также усматриваю. Но это всего лишь мое предположение. Но это коронофобия, эти столы, эти все его контакты. По-видимому, были разговоры о том, что повторное инфицирование тебя вообще убьет. Поэтому, скорее всего, ну и вот я поэтому думаю, что принять решение, ну поймите, но даже решение, которое не посвятить даже министра иностранных дел в то, что ты собираешься вообще войну развязать, понимаете, похоже все-таки, что это немножко не очень умный человек принимал такие решения. А в 2017 вы бы с ним договорились? Да откуда я знаю? Послушайте, мы обсуждали абсолютно сказочную ситуацию, когда Гордон, который любит втереть к доброму человеку, начинает говорить о том, а вот если бы вы были президентом, я президентом быть не собирался, понятно, и так далее, стать им не мог, это встречам, то есть я мог с таким же успехом встретиться с ним на Луне, понимаете, и так далее. Поэтому все это чистая теория, ну которая, как похейтить, там пообщаться, побухтеть, ради бога, я вас умолен. Вопрос в другом. Работает в стране, где практически в каждой семье есть опыт тюрьмы, зоны, тюремной иерархии, где любой шаг назад, то есть стремление к миру, к компромиссу, к протянуть руку, к выйти из конфликта, это равно слабость. Равно слабость. Поэтому любой пахан, проявивший слабость, становится объектом. Все. И он, и для него важно понты. Вот это для него главное сейчас. И поэтому этот не может сдать назад, потому что он перестанет быть паханом. Они по понятиям, страна по понятиям, вот же в чем вся проблема. Украина попыталась, вырвалась из этого. Она перестала по понятиям, перестала, реально перестала. Когда думаю о том, что кто-то будет после Путина, я понимаю, что этому человеку невероятно сложно придется решать вопрос с тем же Крымом, Донецком и Луганском. Объясню почему. Потому что российское общество чрезвычайно доказало всему миру, что оно чрезвычайно подвержено влиянию пропаганды. Понимаете? за полгода правильной пропаганды, в которой Россия достигла невиданных высот, невиданных, то есть если люди берут в абсолютный бред, за полгода вам расскажут о том, что Черное море, внутреннее море и вообще ваши мощные авианосцы там просто негде развернуться, что там вообще радиоактивная почва, что там нет воды, что Крым обречен, что вообще ну вас к чертовой матери взрываем мост и уходим. Все, так им и надо. Пусть они сами осваивают этот проклятущий Крым. Все. И ваша пропаганда за полгода перезомбирует всех и все будут кричать «Вау! Нахрен он нужен! Пусть забирает!» Я не очень с вами соглашусь по поводу Крыма, потому что мне предполагается, что то, что говорилось в 2014 году, это реально почувствовали настроения россиян. У нас же даже падал рейтинг Путина и после Крыма он просто вырос. И мне кажется, что если какой-то новый президент решит все сделать по закону, ему будет крайне... То есть это будет очень непопулярное решение сказать, что нет, Крым украинский и как бы все отматываем назад. Очень непопулярное решение. Поэтому, кстати, новому президенту российскому, по-видимому, надо будет отдавать все скопом. То есть сразу. То есть и Курилы, и Крым, и Кенигсберг, все сразу, бух-бух, чтобы сразу получить свою порцию пиздюлей с первого раза. Понимаете? Сразу. Хоп и проехали. Все. Еще раз говорю, Путин же тоже рассказывал, что Крым украинский. Соловьев об этом рассказывал, рассказал. Потом раз, стали рассказывать другое. А дальше он скажет, сколько можно нам, великим россиянам, кормить этот зачуханный Крым? Я принял решение. Все. Это не наше. Наша. Зачем оно нам надо? Пусть украинцы сами вошкаются со своим Крымом. Не нужно. Послушайте меня. Я знаю точно. Еще раз говорю. Он скажет, пропаганда поддержит. Перезомбировать, зазомбировать. Да, вообще, я не вижу ни в этом проблем. Ну, ладно, мы с вами говорим о Крыму, как будто это незаселенная земля, которую туда-сюда передают. Там же люди живут, и все попытки наших журналистов снимать разных оппозиционных, неоппозиционных в Крыму говорят о том, что там тоже все рады. В большинстве с вами. А что с этими людьми делать будем? Первое, мы не знаем информации. Прежде всего, хотя бы потому, что нельзя провести опрос людей. Опрос людей нельзя провести, просто потому, что люди боятся говорить правду. Ну, это же очевидные вещи. И у меня письма от крымчан в огромном количестве и те, и те. И за, и против. И за камни с неба, и за посолухи. То есть, полно всего. Вопрос абсолютно в другом. Каждый человек адекватно реагирует на вменяемые аргументы. Россия и Украина под эгидой всего мира подписали соглашение, в соответствии с которым Крым по всем международным договорам принадлежит Украине. Это украинская территория. И мы, великая Россия, всегда будем верны нашим договоренностям. Понимаете? И поэтому любому, любому тому, кто придет после Путина, не заставить никакого труда сказать, что как можно было так дискредитировать нашу великую родину, противопоставив ее международному праву, заставив нарушить те обязательства, которые взяла наша страна, а я теперь должен исправить все эти ошибки. Поэтому мы, конечно же, если вы, дорогие мои крымчане, не хотите жить в Украине, то наше государство создает вам прекрасные условия. Вот в Краснодарском крае у нас есть верность переселения, вот там-то и там-то. Мы дадим условия, мы дадим каждому жилью, кто не хочет оставаться в Украине. Украина сделает аналогичное заявление о том, что мы готовы принять все условия у нас вот такие, у нас страна вот такая, язык государственный украинский. И так вот, мы под этим правилом и будем жить. Все, ребят, послушайте меня, на самом деле это предмет договоренности. Только когда люди договариваются, надо понять, какая у нас цель договоренности. Государственные понты или комфортная жизнь людей на этой территории. Какая комфортная жизнь, когда поехать никуда нельзя, когда банки нормальные не работают, когда эти документы кучей народа не признаются и так далее. Давайте жить по международным правилам, коль наша страна эти правила подписала. Ну, правда же. Ну, и все. Я считаю, было бы желание договариваться. Договориться можно. Можно. Другой вопрос в том, что очень трудно найти украинского политика, который поверит. После всего поверить практически вот это очень сложно. Более того, на каждого поверившего найдется куча, которые будут его проклинать за то, что доверился врагу, агрессору. И будет абсолютно прав. Будет абсолютно прав. Слушайте, а вам же предлагали в президенты идти. Ну, и что? Вы почему отказали? Мне неприятна власть над людьми. Моя власть над людьми исключительно идеологическая, интеллектуальная. Мне приятно научить вас тому, что я хорошо знаю. Понимаете? Но принимать решения. Для того, чтобы очистить авгивы, конюшки в политике, надо кучу народа уметь сажать в тюрьму, принимать жесткие политические решения, увольнять, расставаться. Даже Владимир Александрович с этим были проблемы. Ну, когда он не смог избавиться вовремя от некоторых своих друзей и так далее. Хотя... А сейчас вот, когда все стало получаться, когда стал жестким, конкретным, и это важно. Я так не смогу. Это буду уже не я. Мне санитарки сделают замечание проблема, а ты хочешь, чтобы я придерживаю. Поэтому я могу быть только тайным советником. Я могу на ухо нашептать. Это фигня. Не соглашайся. На нас хотят заработать. Нахрен с пляжа. Но, с другой стороны, я, может быть, пропустила. Скажите мне, я не нашла, что вы состоите в каких-то общественных советах или в каких-то таких... Нет. Почему? Меня не приглашают, наверное. Ну, то есть, или президенты баллотируются, или... это украинская политика. Это украинская политика. Сказать, что Коваровский собрался в президенты, это значит напустить на него кучу шавок, кучу всяких политтехнологов, которые отвлекутся от того, кто пойдет на самом деле. Понятно. Поэтому перед каждыми выборами все это и происходит. Но это не для меня, еще раз говорю. Знаете, я совершенно спокоен, я четко для себя давным-давно понял, что не выходя из деревни, я себе заработаю на жизнь. И в частности, я же врач. Вы понимаете, в деревне врач. Господи, курица, яйца, молоко, творожок, все домашнее мне обязательно принесут. Поэтому я думаю, что я потяну. Просто, когда я смотрю все ваши довоенные интервью, получается, что вы очень много критикуете и в этой ситуации как будто не предлагая. А вот когда говорят, ну иди, сделай. Не-не-не, это все не для меня. Как только у нас, да и у вас, как только начинаешь критиковать, начинают выяснять, кто тебе дал денег за то, что ты критикуешь. Ну это обычная ситуация. Мы к этому адаптированы. Я могу пойти в президенты другой страны. Израиля? Мы подумаем. Спасибо вам огромное, Евгений Олегович. Удачи, Ирина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова